Мы ходим в красивых костюмах, вечером можем себе позволить зайти в хороший ресторан. Ну, на жизнь грех жаловаться, правда же, совсем грех жаловаться. Слава Богу, спасибо Господи. И понимаешь, и вот работает какая-нибудь акушерка где-нибудь в Акасии, которая каждый день спасает жизни. Это я как пример говорю, да? Материнские, детские, пашет, цвета белого не видит, понимаешь, едва-едва спит. За какие-нибудь, ну сколько она там получает, я не знаю, ну совсем небольшие деньги, да? Еще в свой там один какой-то выходной вынуждена думать, вот сюда их потратили, не сюда. Я всегда в такие моменты думаю о таких людях, и перед такими людьми испытываю неловкость. Возвращаясь к тому, что акушерка в Акасии, понимаешь, не спит ночами и зарабатывает очень мало, меня это корежит, понимаешь, корежит. И я хочу, чтобы наша страна доросла до того уровня, когда так не будет, когда каждая акушерка в Акасии может позволить себе в отпуск ездить куда хочет, жить в хорошей, удобной квартире и носить красивую сумочку, понимаешь, как у меня. И тогда я буду вот спокойно. Некогда спать, некогда, ни днем, ни ночью не могу я уснуть, покуда беспредел этот в стране в нашей творится. Пообещали после Нового года, 4,60-х, прибавить пенсию. Ох, прибавят. Я считаю, что это не прибавка, это кость с барского стола. Понимаете, подачка, натуральная подачка. Цены-то вырастут, если наши правители говорят, что это рынок, это не рынок, это рвачество. Сорвать как можно больше. Из одежды это уже приходится заранее откладывать и немножко урезать в себя продукты. Что-то вкусненького поменьше. Или мяса поменьше, масла там. За ЖКХ летнее время плачу 3 тысячи, а зимой 5 тысяч. Пенсия у меня всего 14 тысяч 200 рублей. Лишний раз не могу съездить в деревню свою родную, на могилу своих родителей. Это не позволяет, как говорится, такая пенсия. Мы с вами завершаем работу в этом году. За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона. Это самое большое количество за всю историю работы нашего парламента. Спасибо большое всем депутатам, председателям комитетов, руководителям фракции за ваши отношения. На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает. Что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться, на что начальство скажет. Он то, что думает, то и говорит. Вопрос такой. Путин назвал главным врагом России низкие доходы граждан России. Как вы думаете, откуда такой враг к нам пришел? Откуда? От каллигархов, которым Путин руководит. Потанин сколько получает? 4,5 миллиарда долларов в год и вывозит их за границу. Вывозят деньги, когда заработают в офшорную зону. В Америке за это дает 20 лет тюрьмы. А как вы думаете, а вообще в России возможно победить бедность? С Путиным нет. С Путиным нет. Что думает, то и говорит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...